Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Вы, наверное, все знаете, что сайту Алиэкспресс как бы 7 лет. Большущие, огромные распродажи, цены поднимаются, потом на день рождения они опускаются. Но это все понятно, вы, наверное, все это знаете. И специально для вас я выбрал 5 смартфонов, которые стоит купить. Ну, реально по хорошей скидке можно все это приобрести. И плюс, если вы выиграете купоны или как-то получите купоны, вы сможете купить данные смартфоны еще ниже. Ну что, погнали! Home Tom HD20, смартфон, который стоит 96 баксов, имеет защиту IP68, и это действительно круто. Итак, друзья, дисплей 4,7 дюйма, HD разрешение всего-навсего. Процессор MTK6737, но самый обычный, в принципе, хватает. 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной. Основная камера у нас на 8 Мп, но это же китайцы. Плюс интерполяция до 13 Мп. Фронталка на 2 Мп, интерполяция до 5 Мп. Батарея на 3500 мАч, как бы неплохо. Android 6.0, также поддержка на 4G, B1, B3, B5, B7 и B8. Классный смартфончик, и тем более сейчас в распродаже цена очень хорошая, 96 баксов. Ссылка в описании. Blackview BV5000, очередной защищенный смартфончик. Но, знаете, производитель нам не говорит, какая у нас защита. IP67, IP68, просто защищенный смартфон, пылевлагозащита, ударопрочный, как бы, корпус. Но ничего больше не заявлять. Ну, ладно. Итак, друзья, 5-дюймовый экран, HD разрешение, процессор у нас MTK6735P. То есть, ну, слабенький уже и старенький. 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной. Камера на 8 Мп основная и на 2 Мп фронталочка. Android 5.1, но здесь у нас крутая батарея на целых 5000 мАч. Как бы, довольно-таки круто. Также поддержка у нас 4G, B1, B3, B7 и B20. Смартфончик стоит 91 бакс. И, как по мне, очень даже хорошее приобретение, если вам нужен хороший защищенный смартфон. Ссылка в описании. Elephone M2. Смартфон, который имеет офигенный внешний вид и неплохую стоимость. Всего-навсего 104 бакса, но у нас очень тонкий металлический смартфончик. Красивый, нареканий вообще нет. Итак, 5,5-дюймовый дисплей, Full HD разрешение. Процессор, да, старенький, но у нас и стоимость как бы 104 бакса. MTK6753, которого, в принципе, хватает для повседневных задач. 3 ГБ оперативной памяти и целых 32 встроенной. Как бы, неплохо. У нас 13-мегапиксельная камера Sony IMX214. Также хорошо. Фронталочка на 5 Мп, Android 5.1. Батарея, да, небольшая, 2600 мА, но мы понимаем, что у нас офигенно тонкий корпус. Также поддержка 4G. B1, B3, B7, B8 и B20. Смартфон действительно интересный и красивый. Ссылка в описании. Elephone R9. Смартфончик, который имеет просто офигенные сходства с iPhone 7. Но это и неудивительно. Характеристики 5,5-дюймовый дисплей, Full HD. У нас 2,5D эффект. Как бы, очень классно. Плюс у нас очень узкие рамки. Ну да, смартфон смотрится очень классно, потому что он действительно полностью металлический. И у него офигенно маленькие рамки. Итак, процессор Helio X20. Ну, такое себе. 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ. Встроенная поддержка microSD до 128 ГБ. Как бы, круто. Сканер отпечатков пальцев у нас в фронтальной части. Камера на 13 Мп основная и на 5 фронталочка. Android 6.0. Батарея на 3000+. Быстрая зарядка. Это действительно круто. Итак, поддержка 4G. B1, B3, B7 и B20. Смартфончик стоит 197 баксов. Как по мне, очень хорошее приобретение, если вам реально нужен красивый смартфон. Ссылка в описании. Ну и последний смартфончик на сегодня, но не менее интересный. Это Leica Le Max 2. Это действительно самый дешевый смартфон на Snapdragon 820. И с диагональю дисплея 5,7 гюйма плюс 2К разрешение. Вот так вот. Также у нас целых 4 ГБ оперативной памяти и целых 64 встроенной. Камера на 21 Мп. Sony Amex 230 неплохая. Фронталочка на 8 Мп. Все это работает на 6 Мп. Плюс у нас батарея на 3100 мАч. Быстрая зарядка. USB Type-C. Но действительно все работает классно. И тем более, все это стоит всего-навсего 194 бакса. Как по мне, если вам нужен большой смартфон, офигенно заряженный, с офигенным дисплеем, то это реально ваш выбор. Ссылка будет в описании. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, такая маленькая подборочка вам понравилась. Вы меня поддержите лайками, комментариями. Также пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. И экономьте на своих покупках от 7% из сайта Алиэкспресс. Ссылка в описании. И на сервис, и на инструкцию. С вами был Димон. Канал Всего Китай. Всем удачи и всем пока.